друзья всех приветствую очередной совместный эфир с виталием традиционный для среды разбирая классически техническую и фундаментальную картину новостной фон и помогаем в принятии торговых решений ну собственно рассказываем как действует непосредственно мы вы уже через свои фильтры вообще на восприятие того что на рынке творится через ваши торговые системы ваше предпочтение уже окончательно решайте что стоит делать в отношении тех активов которые мы рассматриваем ну что вчерашний день рынок нефти самая настоящая жара сначала роста и фактически были очень высокие шансы на то что добрались по локально быстро до 80 долларов за баррель но вот есть то что рынок развернулся под конец торговой сессии и просил там почти на 5 процентов сегодня опять же если есть возможность если ты видишь что-то интересное технически будет круто если прокомментируешь я беру на себя фундаментальный фон что тогда вкратце в двух словах прям можно перейти непосредственно демонстрация экрана и посмотреть на рынок нефти так друзья виталий демонстрация пошла пошла да пошла отлично все так 75 долларов за баррель по бренд мы видим в моменте максимум вчерашнего дня и он же максимум с октября 2018 года это high 77 82 если да будем смотреть там значение в такой исторической плоскости еще за более продолжительный период максимальный я честно говоря когда следил за рынка нефти вчера когда пошли эти распродажи первое на что подумал это все-таки страны опек приняли какое-то решение даже несмотря на то что в понедельник они говорили о том что он дата следующего заседания она фактически не была анонсирована и ее как бы как и переговоры отложили на неопределенное время но думаю мало что еще не все разъехались и соответственно пришли к какому-то компромиссу и прежде всего договорились садовская аравия и арабские эмираты стал искать подтверждение своих положений и вот как говорит молодежь обломался потому что ничего подобного заседания опек как такового не было переговоры не были продолжены но и разумеется новостного фона который можно было объяснить вот фундаментально конкретно что так сильно мы просили с учетом заседания опека тоже не было то есть так в двух словах чем мы сейчас продолжаем работать по рынку нефти то что на встречу последний участников аналитического факта планировать обсудить рост производства нефти на ежемесячной основе до конца этого года на 400 тысяч баррелей 400-500 тысяч ежемесячно соответственно с потенциалом доведения общий объем нефтедобычи до двух миллионов по росту концу года но решения не было я продолжу поиски думаю ну как же можно объяснить вот это вот о снижении и вот единственное что сейчас ну я нахожу сказать в отношении рынка нефти это вот вчерашний новостной фон который пестрил буквально сообщениями о повторных ограничениях когда вот например в испании в каталонии потом в португалии потом уже и сильные в австралии вновь или карантинные ограничения я не буду прямо сейчас конкретно говорить с какого времени с как с какой даты они в силу ну вроде бы как уже на этой неделе в австралии точно уже там сегодняшнего дня то есть каталония и португалия скажем так как часть европы официально впервые подтвердили о четвертой волне к вида которая так вот сейчас активно распространяется из-за нового штаба даже несмотря на вот эти компании ускоренные не знаю насколько они эффективны но все-таки продолжающиеся по вакцинации населения и конечно же когда нам приходится снова говорить о теме именно пандемичных рисков начинается паника паника заставляет трейдеров снова вспоминать о последствиях тех которые мы видели в двадцатом году и тут же проецируются эти страхи на рынок нефти потому что конечно же из-за того что если просядет экономическая активность по этот показатели а спроса и того самого ожидаемого восстановления это вот моя точка зрения если можно объяснить о то снижение которое мы видели я в целом не разделяю таких панических настроений абсолютно уверен что ситуации двадцатого года уже не будет никаких там тотальных локдаунов ограничений и крайнего подавления вот этих зарождающихся признаков экономической активности мировая экономика постепенно будет ползти вверх соответственно очень рассчитываю на то что вот эти панические настроения они в конце концов сойдут на нет и вот тот момент открыт мы видим то что нефть потихонечку выкупает уже 75 10 долларов за баррель впереди вот скользящая средняя у меня здесь 137 период и я рекомендую сделку покупка buy stop 75 50 стоп лосс 74 50 и ждем уже выше 78 долларов за баррель так дальше европейская валюта которую я шатил с целями там 1.18 сейчас котировки 1.18.17 я был практически уверен то что мы вчера сделаем цель 1.18 но не сделали лоб был 1.18.05 то есть в принципе прежняя рекомендация остается в силе далее я думаю буду искать точки обхода уже на покупку покупать где-то в зоне 1.17.70 но это уже на рекомендации на следующего дня то есть следующего эфира в понедельник особенно после протоколов еще сегодняшнего по фунту тоже был уровень и сделка на продажу через отложку сэр лимит 1.38.75 ну так получилось что рынок сделал этот заход наверх активировал этот отложенный ордер и мы сейчас снижаемся 1.37.83 уже можно держать также еще там на 50 пунктов а я думаю что к 37 точно фунт может просить потому что несмотря на то что он на власти англии говорят о открытии экономики окончательно 19 июля я думаю что какие-то сюрпризы и неожиданности еще могут проявиться потому что сегодня у нас только 7 июля до 19 июля может произойти все что угодно и вчерашний день именно подтверждение факта распространения активного ковида и вода ограничений в каталонии и в португалии явно и там подтверждение так индекс американской валюты 92 57 здесь без комментариев а я как уже говорил сохраняю шорт а сегодня протоколы в 21 00 по московскому времени думаю что снова будет возможность говорить о важности сохранению местности сохранения мягкой экономической политики пока все-таки не пробили хай который был показан после выхода этапи на прошлой неделе думаю что особо не начать переживать и не стоит по золоту сегодня хочу дать рекомендацию которая золото растет и этот рост опирается на снижение доходности американских облигаций всегда между собой вот эти категории финансовых инструментов конкурирует сейчас котировки 1.18.02 соответственно линии вот этого восходящего тренда она здесь прочерчена видно я думаю что в случае коррекции в районе 1795 туда можно поставить атошку в алимпе можно золото уже будет выкупать с стоп-лоссом 1785 и ожиданиями роста выше 1830 доллару за тройку и фондовый рынок nasdaq на новых исторических максимумах цепи вот снова подрастает ну можно сказать тоже почти на новых а я остается буквально несколько пунктов хай соответственно четыре тысячи сорок семь пунктов сейчас четыре тысячи триста тридцать шесть пунктов здесь для позиционно торгующих трейдеров принципе рекомендации та же самая лонг только лишь лонг а для тех кто еще не открывал сделки могу порекомендовать взять прямо на новых исторических максимумах очень рискованных предприятий но почему бы нет это четыре тысячи триста пятьдесят пунктов а поископа с целями четыре пятьсот есть вопросом четыре тысячи триста двадцать и читали слов тебе видно демонстрацию экрана пока еще нет а сейчас видно итак всех приветствую сегодня как всегда поговорим о индексе доллара напомню индекс доллара я все время покупаю были мысли в понедельник на краткосрочную коррекцию по индексу доллара и по и по евро доллару и по другим парам которые связаны с индексом доллара на текущий момент если закончить с индексом доллара мы я ожидаю дальше вверх но не исключаю какую-то коррекцию она в принципе маловероятно но возможно то есть мы можем как по индексу доллара с текущих показывать рост пробивать вот эти максимумы желательно их пробить максимум о котором ты говорил на новостях который был у нас пятницу это 92 75 вот если мы его пробьем то там уже можно будет говорить что открыта дорога на максимумы максимумы которые у нас были в районе там 93 50 еще в марте текущего года а так кто раньше не покупал индекс доллара с текущих возможно купить но скажем покупать на максимумах это скажем я не люблю скажем пробойные моменты торговать лучше подождать это у нас сегодня что среда возможно что то сегодня на новостях скажут и мы уйдем на какую-то коррекцию вниз по индексу доллара в район там 92 возможно ниже и после этого стоит присматриваться к покупкам по данному инструменту но не исключаю что мы с текущих будем расти потому что тренд но кто ранее уже еще не покупал индекс доллара тот скажем сейчас такие цены для покупок достаточно рискованные нужно ставить стоп лосс большой ниже там 91 50 а вдруг это будет не коррекция какое-то зарождение нисходящего тренда конкретно я в прошлый раз говорил о возможно небольшой коррекции там на несколько дней коррекция конкретно по индексу долларов если смотреть в пунктах она была небольшая то есть понедельника мы сделали небольшую коррекцию всего на полтора дня но если смотреть в разрезе другие инструменты да там меня сильно удивили там австралийский доллар допустим он сделал коррекцию практически на все движение которое на прошлой неделе мы падали достаточно глубокое новозеландский доллар аналогично даже чуть выше фунт доллар тоже небольшая такая достаточно глубокая коррекция конкретно по евро доллару я говорил и давал рекомендацию о покупке евро доллара в районе там 1 18 50 60 здесь мы торговались понедельник утром назывались цели 1 19 и возможно выше мы сделали 1 19 почти там на несколько пунктов ниже и ушли вниз я как раз вчера давал тоже рекомендации своим подписчикам в шорт по евро доллару почему потому что знал что эта коррекция она будет как вариант неглубокая и после на появление на на часовом там фрейме здесь видно вот дивергенция была на часовиках она как раз образовалась вчера вчера утром и после вот этого импульса который был вниз еле успел зайти в шорт потому что там закрылся часовичок там несколько минут проторговались и мы ушли вниз поэтому вот вот такие нехитрые моменты получились по евро доллару и словить какую-то коррекцию наверх и снижение вниз на текущий момент там вышли с евро доллара так как полностью так как возможно мы сейчас будем пробивать эти минимумы и уходить ниже как и по индексу доллара но скажем хотелось бы зайти с коррекцией поэтому по евро доллару как по индексу доллара буду ждать скажем возможен рост в район там 1 9 но 19 возможно там 1 19 50 это уже время покажет будет ли этот будет ли эта коррекция вот там буду продавать поэтому возможно поставить туда лимитки скажем в район там 1 19 со стоп лоссом скажем даже не так 1 19 поставить лимитку вторую лимитку там на 19 50 и со стоп лоссом общем там в районе 1 20 ну скажем это такое на период гадание нужно уже по факту будет смотреть возможно ближе к пятнице прояснится картина я там буду записывать открытый микрофон для компания markets возможно что-то там нарисуется как вариант еще но это очень рискованно купить с текущих евро это у нас текущий 1 18 20 со стоп лоссом за вчерашний минимум это 1 18 00 но это очень рискованно это сугубо на часовичках там есть один паттерн такой достаточно такой локальный вот он здесь вчера вечером выкупили проторговались сейчас если мы удержим этот уровень локальный получается 1 18 15 где-то примерно то возможно какой-то отскок наверх ловить потому что вот конкретно стекущих шортить евро доллар возможно и индекс доллара покупать но есть риск глубокой коррекции скажем поэтому это нужно понимать это для тех кто допустим почему я такие разные варианты говорю так как среднесрочно я вижу индекс доллара вверх но кто хочет работать на таких колебаниях заходить контр тренд возможно но это очень рискованно и можно получить стоп лосс как-то вот так по нефти если переходить на нефть я уже в прошлом месяце давал скажем две рекомендации не были убыточные по нефти прошлый раз я ошибся почему потому что я анализировал бренд она якобы вот это было на прошлой неделе если не ошибаюсь среду она мне показалось что она сломила вот этот тренд восходящий и пыталась от него отбиться вниз но это было там отбитие всего на пунктов где-то 50 70 но это для нефти немного можно было было перенести без убыток и выскочить но это скажем считаю как идею убыточный так как мы ушли на новые хайи а вот если анализировать было комплексно и бренд и лайт то на лайт более скажем не показывала слом тренда вот вот эту трендовую которую так подтянуть как раз на прошлой неделе вот она показывала скорее всего ланги на текущий момент прошел мощный импульс вниз нужно наблюдать что это будет за коррекция и от этой коррекции уже скажем у нас сегодня среда 4 пятница возможно где-то плюс минус три дня она покажет что это за коррекция будет она будет дальше в лонг где-то повыше можно будет там присматриваться к возможным шортам по нефти за максимума но это уже будет позже это то же самое как с евро долларом да нужно нужно время так как сильный тренд и многие уже поговаривают о нефти там по 100 долларов за баррель да что лайт чтобы что бренд как это может быть как вариант ловушка но скажем здесь пока признаков на снижение нету есть там небольшой импульс но скажем таких импульсов было и раньше ну таких сильных не было но вот если анализировать лайт там или бренд за последние там полтора месяца это самый мощный такой импульс вчера произошел возможно этот будет импульс на разворот этого тренда но это пока нужно посмотреть на структуру и коррекцию структуру этой коррекции которая будет как-то вот так а по поводу твоих покупок рекомендаций в принципе согласен с ними они могут быть как локальные так и могут дальше протащить вверх скажем вот так по поводу этих штаммов новых посмотрим что там по биткоину прошлый раз давал такие скажем общие общую картину сейчас тоже напомню сохраняем пока локальный тренд наверх но вот этот который идет последние там несколько недель пока его удержали после пробития этого тренда возможно там биток посыпется вниз при пробитии как уже ранее говорил уровня там 36 копейками возможно затянут в район там 40 и тоже нужно наблюдать будет ли это ложный пробуй или не ложный такой треугольничек там уже торговать это треугольником обязательно со стоп-лоссами потому что это может быть как вниз ловушка так и вверх ловушка вчера пробовали кстати покупать так как индексы находятся на максимумах пробовали покупать индекс страха так как он я бы ну обратил бы внимание всех игроков на рынке индекс страха уже раз два три третий месяц он борется за отметку если так быть более точной где-то 16 с половиной ну там 17 условно говоря пунктов никак не можем пробить возможно будет вот вчера мы покупали с ребятами возможно еще какой-то задер будет ниже но стоит обращать на этот момент вот здесь какие-то будут сюрпризы на рынке возможно сегодня от фрс возможно позже какие-то но отсюда мы можем хорошо отскочить поэтому это может как и фонду пролить хорошо с нп 500 вниз вот на таких моментах вот как мы видим после таких длинных проторговок идет хороший отскок по по индексу страха и s&p 500 проливают неплохо так на несколько процентов поэтому на это стоит обратить внимание как мне кажется слушай а мысли по золоту есть что-нибудь ту 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 по золоту интересно просто ну пока торговых идей нету есть какой-то восходящий тренд покупочки я сейчас без демонстрации экрана если будем проваливаться ниже там 1790 там где ты ставил стоп лосс то возможно какая-то генерация локальных будет этих шартов а так пока выше уровня 1795 то возможно там и и в рост пойдем пока пока не торгую золото конкретно поэтому такие мысли так ну понял виталий спасибо тебе за твои идеи соответственно следим традиционно за тем что будет на рынках надо упоминать что сегодня день обещает быть интересным потому что сегодня на повестке протоколы последнего заседания регулятора сша в 21 00 по москве в понедельник мы в двух словах о них поговорим с виталием в целом внимание к этому событию связано еще и с тем что рынок до сих пор продолжает искать ответы на вопрос как даже фрес изменит денежно-кредитную политику и все идеи строятся от этого от того что кто-то верит то что это произойдет раньше положенного там времени и от того что кто-то не верит что это случится вот в ближайшее время поэтому сегодня протоколом будет повышенное внимание волатильность с этим снова вырастет и контролируем риски следим за загрузкой депозитов это всегда очень важно если есть вопросы обращайтесь к персональным менеджерам компании маркетс вас проконсультируют что это такое управление рисками и вообще риск меньше виталий спасибо тебе тогда тебе хорошего закрытия этой недели хороших выходных и в понедельник мы с тобой снова в бой увидимся и обсудим ситуацию спасибо все пока пока